МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето 2012-го. Природа безумствует. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ночь с 6 на 7 июля в Краснодарском крае произошла страшная трагедия. Тихий городок Крымск. Эти кадры сняты на мобильный телефон. Через каждые несколько метров искореженные автомобили, покосившиеся дома. Здесь же на обочинах ищут тела погибших. По последним данным, стихия унесла около 200 жизней. Но сколько точно людей погибло, подсчитают еще не скоро. У меня мамочка погибла. Утонула моя родная. Соседочка моя, гад, накрылась медным газом. Соседочка умерла, там утонула. Тем, кто успел забраться на крышу, повезло. Потоки воды на улицах сносили не то, что людей. Грузовые машины. Камазы и Уралы. Основная вода шла за рынком. И вот, когда начала сюда выходить, то по уровню ворот вода шла. Утром где-то около 7 часов она опустилась до вот этой вот таблички. Со своим напарником и другими дежурившими полицейскими Елена до утра спасала людей, отбросив все страхи за собственную жизнь. Ощущение потерянности в городе темнота, но ощущение того, что ты должен это сделать, независимо от сотрудника, ты не сотрудник, ты просто человек. Я звонила всем своим знакомым. Чувство тревоги за людей, чувство долга помощи, что людям нужно все-таки помочь. И растерянность. Большая растерянность, что приходилось себя собирать в кулак. И просто идти вперед и помогать. Потому что, ну, люди кричали о помощи, и ты не мог остаться равнодушным. 16-летний Денис провожал друга в армию. Ночью возвращался с приятелями домой. Сидели у друга в кафе, в охотничьем клубе. Выключили свет. Ну, никто так это значение сильно не придал. И в 2 часа, ну, где-то в 2.15 мама позвонила и сказала, что нас топит. Ну, мы с ребятами пошли вот вдоль этого забора домой. Ну, воды уже так прилично, по грудь было воды. Сквозь темноту и шум воды ребята услышали детский плач и женские крики. Крики из дома, вот в этом доме были. Мы сразу перелезли через забор. Ну, потому что калитку открыть невозможно было. Перелезли через забор и увидели в окне то, что мать, вот кровать поднялась вот так вот, и вот столько до потолка осталось. И вот мать сидит, на ней двое деток маленьких она держит, и третья за шею вцепилась. Сразу через окно их начали вытаскивать по очереди. Ну, там вытаскивали. Вытащили их, взяли на руки, мать в конце шла, сзади нас. И мы пошли в кафе. В кафе пришли, там кафе тоже затопило. Ну, нам администраторы открыли дверь на второй этаж. Укутали детей в занавески, потому что больше нечего было, куда все мокрое. Накануне на регион обрушились сильные ливни. Затопило Геленджик, Новороссийск, но Крымску досталось больше всех. Вода в некоторых местах поднималась до семи метров. А поскольку здесь преобладают одноэтажные строения, то люди умирали прямо во сне. Их могилами стали собственные дома. Родственники Дениса, по его словам, спаслись по счастливой случайности. Ну, дед бабушку разбудил, сказал, вода. Сначала хотел на лодку, вот лодку, хотел на лодку ее посадить. Оцепил лодку, лодку перевернула. Закинул бабушку на крышу, у нас там был этот гараж. Закинул на гараж и собаку тоже туда оцепил, закинул на гараж. Гараж начал уже смывать. И у нас возле дерева лестница стояла. И кинул лестницу вот на дом. И по лестнице они переползли, и черепицу открыли. И на чердак залезли, сидели на чердаке до утра. Колоссальный масштаб бедствия в очередной раз списали на стихию и чью-то халатность. Официальная версия. В ту ночь над Кубанью пролилась чуть ли не пятимесячная норма осадков. И, естественно, никто к такому катаклизму не был готов. Но возникает на первый взгляд наивный вопрос. А почему именно над Кубанью скопилось такое количество осадков? Само собой, по законам небесной механики? Или вследствие пресловутого глобального потепления? Вот если вернуться к вопросу потепления, что если мы возьмем среднюю температуру, она на Земле одна и та же. То есть она не изменилась. То есть где-то похолодало, где-то потеплело. У нас, скажем, потеплело, а, условно говоря, скажем, там, в Гане похолодало, там в Африке выпал снег. Средняя температура не меняется. Земли говорить о глобальном потеплении на Земле просто нет смысла. Его нет, глобального потепления на Земле. Катастрофы, да, катастрофы нарастают. Катастрофы нарастают, но они предсказуемы. Ими надо заниматься. И надо искать им противодействие. То есть как искать? Надо создавать щит. Под щитом подразумевается защита от климатического оружия, которое уже на протяжении многих лет использует ряд стран, преследующих экономическую выгоду. Но давайте обо всем по порядку. Воздействовать на климат или менять погоду пытались еще с древних времен. Когда не было технических средств, люди обращались к богам, принося им в жертву дары охоты. Потом появились молебны. Искренняя вера, единая молитва и коллективное сознание до сих пор творят чудеса. Вот случай, который относительно недавно произошел в Сибири. Жители Закаменска обратились в буддийской традиционной санхи России, чтобы они помогли приостановить эту жару и пожар. Ну, как бы призывать дождь. С середины мая 2012 года в Иркутске и Улан-Удэ стояла жаркая сухая погода. Температура зашкаливала за 30 градусов. Загорелись леса. Для предотвращения катастрофы буддистские ламы совершили большой обряд, посвященный владыке водной стихии. Наши ламы свивалгийского дацана, стандрического дугана, храма, они поехали за Каменски и читали молебень, посвященную хозяину воды. Это лусот. Лусот – это хозяину воды. И после того, как они прочитали, сразу же у них пошел дождь. Радость была безмерной, если бы не одно «но». Пока в одном месте поливал дождь, в другом районе Забайкалья случился непредвиденный катаклизм. Снег и ветер повалил десятки электрических опор и обесточил шесть населенных пунктов. Мог ли вызванный монахами дождь стать причиной непогоды в другом районе? Гипотетически, да. Давайте так, грубо говоря, представим себе вот такую ситуацию. У нас с вами, допустим, Волгоградская, Ростовская области в этом году выгорают, горят, терпят бедствия и вражды. Заказывается работа некого предприятия, которое способно управлять погодой. Они создают, будем говорить, высотный циклон над территорией с целью вызывания осадкообразований. Ну и при этом, грубо говоря, циклон, двигающийся по Черному морю, вдруг понимает, что он дальше пройти не может и уходит в сторону, допустим, Геленджика и затапливает Крымск. Можно предъявить какие-то претензии тем, кто занимался благим делом, допустим, вызывания осадков, я не знаю, в Ростовской или Волгоградской области? Да, наверное, можно. Но для этого нужна воля государства, нужна систематизация данных процессов. С середины 20 века в Советском Союзе стала разрабатываться технология управления погодой, которая первоначально была предназначена для сельскохозяйственных работ. Были созданы реактивы для разгона туч и облаков. Гранулы сухого льда, йодистое серебро, а сегодня уже и цемент разбрасывают в самолетов, чтобы получить чистое небо для проведения парадов и праздников. Однако наука не стоит на месте. Уже ни для кого не секрет, что менять погоду можно с помощью электромагнитных импульсов. Их посылают в разные слои атмосферы с помощью специальных пушек или антенн. Причем ситуация бесконтрольная, поскольку влиять на погоду сегодня может практически любой обеспеченный человек. Возьмите сейчас, откройте сайт в интернете в любом, или напишите заказ на проведение дня рождения на даче у себя. Ну, обойдется вам 10 тысяч долларов, чтобы прилетел самолет и разбросал вокруг вас и есть серебро или цемент. Или какие-то там, грубо говоря, специалисты в области электромагнитного воздействия приедут и проработают для того, чтобы провели себе хорошего праздника. Это нормально. В желании провести праздник под солнышком, там, пожалуй, нет ничего плохого. Вот только никто не задумывается о последствиях. Никому нет дела до соседа или жителей ближайшей деревни, у которых, быть может, град побьет урожай. Или искорюжит имущество именно по причине разгона облаков над отдельным участком дачи. А представьте, какими могут быть последствия от более масштабных воздействий. Ведь ряд государств сегодня способны с помощью технических средств перекрывать дорогу циклоном, вызывающим ураганы и другие опасные природные явления. Я вырос в коммунальной квартире с законами коммунальной квартиры, где все пытались как-то создать жизнь, удобную для всех, и в этой жизни сохранить себя. Вот сейчас наш земной шар напоминает эту коммунальную квартиру. Только коммунальную квартиру, которой наплевать всем на своих соседей, и каждый пытается сделать что-то только для себя. В Великобритании. По сводкам Метеобюро, лето 2012-го стало самым дождливым за последние сто лет. В июне в ряде регионов проливные дожди привели к серьезным наводнениям, подмыву железных дорог, нарушению автомобильного сообщения, подтоплению жилых домов. Однако, именно на период Олимпийских игр погода вдруг смилостивилась. Практически все дни соревнований были сухими и теплыми, словно по приказу. Проходила Олимпиада, да, то есть туманный Альбион, который, как мы привыкли, да, в это время должен, так сказать, поливать дождями, ну, практически, будем говорить, мы видели ясную погоду. Участвовали кто-либо в воздействии на проведение игр? Да, я уверен в этом, на 100%, что кто-то проплачивал, чтобы это делали, да, как это было в Китае, как это было в Москве, естественно. Как это повлияло, что горит Испания? Ну, наверное. Там продовольцы, сам продолжают, американцы, используют, так сказать, средства воздействия на циклонические процессы, связанные с ураганами, да, в этом самом, в Мексиканском заливе, или там в Атлантике. Ну, конечно, продолжают. Ну, вопрос в чем? А как это влияет на все остальное? Ну, Америка горит, да, но зато нет ураганов. По словам ученого, проблема заключается в бесконтрольном воздействии на климат. И как следствие, попытки изменить погоду в одном месте могут приводить к катаклизмам в любой другой точке планеты. Отсюда разрушительные землетрясения. Там, где их никогда не было. Отсюда морозы в Африке и страшная жара в Сибири. Это ржаное поле под Новосибирском выгорело от солнца. В соседних хозяйствах картина такая же. Фермеры уже и не мечтают собрать привычные 30 центнеров зерна с гектара. Дай бог, мы соберем 6, но увидите сами картинку, очень печальная. Этим летом засуха погубила большую часть посевов по всей России. Из-за жары пострадали 20 регионов. Самая сложная ситуация была в Волгоградской, Оренбургской, Омской областях и в Алтайском крае. Выгорело не только зерно. Засохла кукуруза, пожухла трава. Кормить скот этой зимой будет нечем. Часть поголовья придется отправить под нож. Это может привести просто к банкротству хозяйства, если не будет соответствующей поддержки. Прогнозы неутешительны. Некоторые экономисты уже подсчитали, что к зиме 2012 года цены в российских магазинах могут подскочить в три раза. Подорожает все. Мука, молоко, яйца, мясо, крупы и, конечно же, хлеб. Мы будем двигаться, естественно, в русле мировых цен, которые сейчас очень крепко и серьезно выросли. Во многом не столько из-за российского рынка, который действительно уменьшился в урожае, а из-за американского. Там сейчас засуха. Засуха и пожары в США и Европе существенно ударят по карману покупателей всех стран мира. И снова взлет цен можно списать на природу, стихийные бедствия, на якобы глобальное потепление. Киотские мудрецы, которые придумывают сказки про парниковый эффект, СО2, влияние цивилизации. Это все чисто коммерческие проекты, которые ведут исключительно к обогащению определенной части населения. Напомним, что в японском городе Киото был подписан международный протокол об ограничении выброса странами парниковых газов. Любопытный факт. Соединенные Штаты Америки являются главным производителем вредоносных газов. На их счету более 63% всех мировых выбросов. Но они отказались ратифицировать Киотский протокол. Возможно ли, что этот поступок косвенно отрицает теорию глобального потепления, кстати, ими же и навязанную? Естественно, дело в том, что в первую очередь теория глобального потепления, она связана с определенным, так скажем, моментом расходования крупных финансовых средств. Потому что все деньги, которые выделяются на научные исследования данной теории, те деньги, которые выделяются на противодействие данной теории, взять тот же Киотский протокол, который соответствует там по выбросам, и сейчас идет торговля этими квотами и так далее и тому подобное, в первую очередь это было направлено с точки зрения определенных торговых войн, потому что ни Соединенные Штаты, ни какие-то там крупные страны Западной Европы не соблюдают этого протокола. Возможно ли, что причина аномальной погоды вовсе не в переизбытке СО2, а в желании захватывать чужие рынки и продвигать собственные экономические интересы? Существуют мощные глобальные игроки, типа Соединенных Штатов Америки, которые упорно делают свое дело, защищают свою страну, и, в общем-то, на приватеске относятся ко всем остальным. Существуют страны, которые смотрят на Соединенные Штаты Америки и получают за это катаклизмы, пожары и прочее, прочее, прочее. Скажем, Испания. Испания, где сейчас горят Канарские острова, горят леса, уничтожается урожай, но тем не менее продолжают говорить о каком-то глобальном потеплении, собираются международные конференции, тратятся безумные деньги, но реально ничего не делается. Масштабные лесные пожары этим летом охватили как Испанию, так и принадлежащие ей Канарские острова. Сотни жителей Тенерифы были эвакуированы. Пламенем были охвачены и другие острова Канарского архипелага. Для Испании, где и так-то лесов немного, подобные пожары являются национальной трагедией. Несмотря на то, что ежегодно проводятся профилактические работы, чистятся леса, созданы специальные воинские части по борьбе с пожарами, ничто не помогает покончить с этим бедствием. Сейчас идет борьба между юанем, долларом, рублем, фунтом. Вопрос в чем? Выгодно экономически на сегодняшний день, чтобы Европа горела, чтобы продукт производства, те же самые финики или маслины, сгорели. Наверное, это выгодно кому-то. Наверное, это снижает покупательскую способность того же евро. Ну, наверное, это интересно для кого-то. Но как же тогда объяснить пожары и засуху этим летом в самой Америке? Сотни тысяч гектаров выгорели в штатах Аризона, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Юта и Калифорния. Самое страшное оружие, которое не имеет, это вот климатическое. Они, скорее всего, может быть, и делают это. Даже устраивая у себя, чтобы их просто не заподозрили. Некоторые катаклизмы. А тем более, что, говорится, у них тут же получается оборот, страховые компании все это возмещают. У них получается денежный оборот. Внутри страны то же самое. Нормально, понимаете? Не просто они деньги кому-то раздают, допустим, нищим там и так далее, а они, говорится, вкладывают их опять в восстановление того, что что-то. Поэтому это нормально, у них денежный оборот, им это не страшно. Вот поскольку, говорится, доллар это мировая валюта. И все страны подвязаны под этот доллар. Обратим внимание на один из первых репортажей телекомпании Евроньюз, когда пожар в США только начинался. Цитата. Рабочие одной из строек спровоцировали мощнейший лесной пожар, который с понедельника бушует в штате Вашингтон. Установить кто поджигатель не удалось. Пылают Невада и Орегон. Сильный ветер усугубляет ситуацию. Огонь медленно, но верно идет на восток. Конец цитаты. Не правда ли любопытная информация? Вроде бы поджигатели определены. Но нам тут же дают понять, что их не найдут. Заметим, что эту туманную информацию официально предоставили государственные чиновники. Ну, давайте так. Вот у них пожарами занимается Министерство сельского хозяйства. То есть, если у них что-то горит, значит, Сенат выделяет там ежедневно 5 миллионов долларов на ликвидацию пожаров. Дают деньги на, как бы сказать, расширение штатов, увеличение количества, так сказать, техники. То есть, предприятие начинает жить. Скажите, пожалуйста, если вам дают деньги за то, что что-то происходит, ну, наверное, это вам выгодно. Понимаете? А если нет ничего, ну, вы сидите на жестком окладе, вы не можете расширять штаты. Как известно, пожары сами по себе не происходят. Молния или солнечные лучи иногда могут становиться причиной возгорания. И все же наибольшая опасность исходит от самого человека. В конце апреля 2012 года в Амурском поселке Тыгда сгорели 83 жилых дома и 40 нежилых строений. Дом сгорел полностью. Вся наша улица сгорела. Это вот за клубом улица театральная полностью весь околодок за какие-то минуты сгорел. Даже вот, я говорю, что заскочили, растерялись. Вот такого, правда, мальчишки тоже говорят, что мы растерялись просто. Что брать, не знаешь. Ну, сработало, что хоть документы. У нее у сына дом сгорел. И у нее у самой дом сгорел. Вот они сейчас все приехали к нам. С сыном, с беременной. И я с ребенком еще 14 лет. Возгорание произошло на пилораме. В результате сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Как на грех сегодня. Сумасшедший ветер. Он все чумной. Не знаю. Это, я говорю, у нас просто как какое-то чудо спасло, что ветер пошел туда. И стали гореть те дома. Воды? Наш дом. Воды нет у нас. Вот мы покупаем, вот эта бочка стоит 30 рублей. Воды. Вот мы у нас здесь стояли две бочки, там что баня. Ну, сколько? Ну, вылили мы ее. Ну, что мы? Один человек погиб. Еще одного человека с тяжелыми ожогами отвезли в реанимацию. Из зоны бедствия были эвакуированы сотни жителей. А поутру богорельцы приходили посмотреть на когда-то родные улицы. Выглядело все, как после ковровой бомбардировки или массированной артподготовки во времена войны. Стресс от увиденного и пережитого вызывал сердечные приступы и заставлял пожилых людей обращаться к медикам. Был ли это умышленный поджог или кто-то нарушил технику безопасности, значения для погорельцев не имеет. Какая разница? Они все равно остались ни с чем. Сегодня, допустим, те же самые леса, когда горят, это лесопромышленникам выгодно. То есть сами делянки жгут. Это все известные факты, да, и везде человек присутствует. То есть то, что мы сами уничтожаем свою, так сказать, землю, да, свою природу и прочее, ну, предельно понятно. Только просто есть коммерческая выгода, а есть, ну, глупость человеческая, да, там. Встречать весну огнем становятся национальные традиции россиян. А летние сообщения о лесных пожарах напоминают сводки с поля военных действий. Горят практически все регионы России. В одной только Томской области к июлю 2012-го выгорело больше, чем за весь 2011-й год. Из-за ядовитого дыма никто никуда не мог вылететь. В аэропортах Сибири плохая видимость стала причиной задержки рейсов по всем направлениям. А дым, укутавший Новосибирск, напоминал столичную ситуацию 2010-го года, когда москвичи как зомби перемещались в удушающей мгле. Вообще дышать нечем. То есть какой-то ядовитый, тяжелый запах. Уничтожение лесов влияет на озоновый и водный баланс планеты. Мелеют реки. Их дно покрывается илом. Сокращается численность рыбы. Гибнут насекомые, птицы, звери. Уменьшаются запасы грунтовых вод. Почва вымывается талой водой и дождями, вызывая эрозию и силевые потоки. И происходят небывалые наводнения. Но мировое научное сообщество нас вновь заверяет, что во всем виновата глобальное потепление. Бесспорно тают ледники. А в некоторых северных районах исчезает вечная мерзлота. Зато Индию и Африку сковывают морозы. А в Крыму от зимних минусовых температур гибнут персики, яблоки и виноград. Чаще всего у нас зимой бывает дождь. Он себе идет потихонечку, каждый день, его никто не замечает. А в этом году было холодно, были снега, был гололед. И даже очень низко, ниже нуля. То, что у нас никогда не было. Температура в ванной комнате и на кухне зимой не превышает 5 градусов тепла. А в спальне, несмотря на электрообогреватель, не поднимается выше 15. Приходится спать в теплой одежде. Большинство жителей живут с электрическими простынями обязательно. Приходится одевать теплую пижаму, пуховый платок на голову и на спину, две пары носочков теплых шерстяных, теплый плед, очень теплый плед и синтепоновое одеяло. Вот в таком облачении только можно провести ночь более-менее так, комфортабельно. В 2009 году неизвестные хакеры взломали серверы Центра исследования климата Восточной Англии и выложили в интернете архив НАСА и американских университетов. В этих документах говорится, что глобального потепления не существует. Есть тренды на потепление и похолодание. Есть температурные смещения. То есть, где было тепло, становится холоднее. Где было холодно, становится теплее. Но среднегодовая температура на Земле не меняется. После обнародования этого документа разразился скандал. Последовали громкие отставки. Ведь оказалось, что ученые авторитетного климатического центра подделывали документы и обманывали общественность. Почему солидные американские исследователи занимались подлогом? И почему до сих пор по всему миру спонсируются институты, которые отстаивают теорию глобального потепления? Не является ли эта деятельность прикрытием экономических и торговых войн, в которых применяется в том числе и климатическое оружие? Это очень серьезный аргумент давления на любую экономику любой страны, и в том числе и энергетическую. Например, мы обладаем огромными запасами каменного угля. И, допустим, в связи с истощением нефти, Россия может стать одним из ведущих производителей электроэнергии, которая будет связана с сжиганием каменного угля в Сибири. Но, опять-таки, к нам можно применить тогда эти нормы, которые нам запретят практически это делать, потому что тогда станет невыгодно производить электроэнергию в Соединенных Штатах или в Западной Европе из того же путем ядерного синтеза или солнечной энергии, которая на сегодняшний день себестоимость достаточно дорогая. Поэтому это серьезный аргумент в торговых войнах и в давлении на любую экономическую политику любой страны. Нельзя забывать и о стратегии всемирного хаоса. Именно войны и разрушительные погодные аномалии приносят баснословные прибыли тем, кто заинтересован в подобного рода катаклизмах. Неспроста же на Аляске, в Гренландии и Норвегии построены наземные станции, антенные поля, которые могут создавать мощное излучение, воздействуя на ионосферу и оболочку Земли, вызывая страшные погодные аномалии. Да и на американских спутниках, кораблях, плавбазах тоже имеется подобное оборудование. Очень целенаправленно все это происходит. Вот в этом году то же самое. То есть все как-то взаимосвязано с там. Погода, политика, климат, все как-то управляемое. То, что теория управляемого хаоса, она как-то заметно, что это все-таки как-то управляется. Война, революция, хаос. Всем этим можно управлять. Все это можно экспортировать в любой уголок Земли, оказывая давление на своих конкурентов. Считается, что одним из авторов современной доктрины управляемого хаоса является американец польского происхождения Збигнев-Жизинский, известный трубодур всемирной гегемонии. По его доктрине, в сфере геополитики все должно быть подчинено национальным интересам США. А интерес у них один. Доллар всегда должен оставаться главной мировой валютой. Доллар на сегодняшний день ничем не подкреплен. И то, что сейчас происходит хаос в Северной Африке, это абсолютно сделано в интересах национальной политики Соединенных Штатов. Почему? Потому что первые и вторые иракские войны были направлены на господство американцев в Персидском заливе, так как уже давно США объявляли Персидский залив зоной своих жизненно важных интересов. Казалось бы, ничего нового. С момента, когда в 1913 году заработал печатный станок Федеральной резервной системы США, все было направлено на то, чтобы подорвать экономики других стран, втянув их в кровопролитные революции и мировые войны. Все было направлено на то, чтобы богатеть на чужом горе. Первая мировая война, предтечей которой было финансирование англосаксами революционного движения в России, уничтожила самые крепкие валюты мира – золотой рубль и дойчмарку. Вторая мировая война, развязанная Гитлером, который пришел к власти на деньги англосаксов, сделала доллар мировой резервной валютой. Все вот эти вот события, которые были связаны с Первой и Второй мировой войной, перетекание золотого запаса, в том числе и из Советского Союза, по ленд-лизу, который золото передавал в счет поставляемой военной техники, и перетекание, в том числе, немецкого золота. Всем известно, что Соединенные Штаты втихую снабжали Германию различного рода материалами, топливом и так далее. То есть торговля существовала между фашистской Германией и Соединенными Штатами. Поэтому Соединенные Штаты на этом фоне завладели основным золотым запасом всего мира. В результате двух войн самый крупный мировой должник США стал мировым кредитором, который сегодня буквально из воздуха создает деньги. Возьмите государственный долг США. Его финансирование со стороны Федеральной резервной системы происходит по принципу «столько, сколько нужно». Не столько, сколько можно, а столько, сколько нужно. Нужно погасить дефицит бюджета? Пожалуйста. Федеральная резервная система дорисовывает деньги в любом количестве. Все их мнимое благополучие строится на включении денежного станка. У США внешний долг уже превышает 16 триллионов долларов. Это колоссальные денежные средства, которые еще не заработаны, но уже потрачены. То, о чем мы говорим, это существует, так сказать, внешний долг. То есть Соединенные Штаты должны по внешним обязательствам, то есть по тем обязательствам, на которые Федеральная резервная система была выписана облигацией и заимствованы денежные средства других стран. Существует еще внутренний долг Соединенных Штатов, который тоже не всегда покрывается гражданами Соединенных Штатов, но иногда и иностранцами. Размер этого долга колоссальный. Он где-то оценивается в около 100 триллионов долларов. Что делать в такой ситуации англосаксам сегодня? Ведь они желают и дальше править миром. А для этого нельзя допустить, чтобы доллар умер. Поэтому надо направить мировые финансовые потоки в долларовую пирамиду, предварительно сделав государственные долги США единственным твердым и верным ресурсом. То есть нельзя давать другим странам возможности создания самостоятельной платежеспособной системы, которая не будет привязана к доллару. Иначе произойдет перераспределение средств. И доллар рухнет. Наглядный пример. Уничтожен ливийский лидер Мамар Каддафи. За что? Именно за то, что призывал арабский и африканский мир к отказу от доллара и переходу на золотой динар. Если кредитор начинает требовать заемщика свой долг, то лучше избавиться от кредитора, чтобы никому не возвращать уже потраченные деньги. Так и здесь. Получается, что Ливия – это страна, которая в основном вкладывала доходы от нефти, в том числе и в корпоративные различные облигации, в том числе и в государственные облигации стран еврозоны, таких как Франция, Италия и Греция и так далее. И американские облигации они покупали. То на тот момент, когда ливийский лидер начал призывать к уходу от этих бумаг ввиду, так сказать, неизбежного долгового кризиса, то, естественно, западному сообществу было проще избавиться от данной страны. Кроме того, любая дестабилизация регионов заставляет инвестора уходить оттуда и вкладываться в долговые обязательства США, где все спокойно, где нет революции. И таким образом, долларовая пирамида поддерживается до сих пор. Сегодня Соединенные Штаты Америки становятся залогом нестабильности по всему миру. Им нужен хаос, им нужен управляемый хаос. Если раньше, свергнув одну экономическую или политическую систему, они старались насадить на ее место другую, то сегодня им не нужно ничего насаживать. Их задача дестабилизировать то, что есть. Пусть будет хаос. Главное, чтобы везде было хуже, везде было нестабильней, везде было опасней, чем в самих Соединенных Штатах Америки и чем у их ближайших союзников. Но при чем здесь климат, погодные аномалии? Как это все вяжется с революциями, войнами, финансами, наконец? А дело в том, что между боевыми действиями и искусственно вызываемым градом, ураганом или наводнением разницы нет. И то, и другое уничтожает посевы, вызывает голод, масштабные миграции, недовольство населения и, как итог, революции и войны. Тот самый хаос с одним отличием. Воздействие климатического оружия хорошо маскируется под природные катаклизмы. Как бы никто не виноват, природа буянит, конец света на носу. Ведь эра водолея, спасайся, кто может. Ну, во-первых, я не знаю, что такое эра водолея или эра какого-нибудь ветродува. Я просто знаю, что человечество все дальше и дальше ближе подходит к опасной черте. И когда меня спрашивают, что самое страшное для человечества? Удар метеорита или взрыв там вулкана очередного или нашествие инопланетян и так далее. Я говорю, самое страшное для человека это человек. Потому что никто сейчас так не угрожает самому себе, как человек. Благодаря науке и технике. Увы. В 2010 году появилась информация, что вследствие разлива нефти в Мексиканском заливе остановился Гольфстрим, обеспечивающий мягкий климат в Европе. А значит, скоро начнется новый ледниковый период. Использование химических препаратов на месте аварии позволило лишь скрыть масштабы нанесенного вреда. Тяжелые нефтяные фракции изменили вязкость, соленость и температуру воды, что затормозило кольцевое течение в Мексиканском заливе. По последним данным, Гольфстрим сегодня стал на 10 градусов холоднее, чем до случившейся аварии. А значит, климат поменяется. И в тех районах, где было тепло, наступят холода, способные погубить по одной из версий две трети населения планеты. История показывает, как климатические изменения вызывали упадок цивилизаций. Исмеряя ширину годичных колец деревьев с помощью новейших технологий, ученые определили ежегодные температуры и уровни осадков прошлых веков. К примеру, 300-летний период непредсказуемой погоды совпал с падением Римской империи. Экстремальные холода в 17 веке совпали с 30-летней войной в Европе и миграцией населения в Америку. А продолжительные ливни в средние века вызвали эпидемию бубонной чумы. То есть, климат может коренным образом изменять жизнь человечества. Неделю назад слышал, значит, ну да, оледенение, или наоборот, таяние, потепление климата, вот, да, это жуткая катастрофа. Но у нас нашлись умники, кто говорит, о, а нам повезет, там будут ананасы в тундре расти, там, где была вечная мерзлота. Они даже не соображают, что ученые уже давно вскрывали эту мерзлоту вечную и находили там неизвестные микроорганизмы. Что это за микроорганизмы? Какой удар они нанесут? Может быть, такой удар, что все эти спид и коровье бешенство и прочее покажутся человечеству легким насморком по сравнению с тем, что будет разбужено. Медики уже давно сталкиваются со страшными болезнями, вызванными микроорганизмами, которые постоянно мутируют в нашей загрязненной среде. У этого мальчика пиелонефрит, болезнь почек. Миллионы людей на земле страдают этим заболеванием. Возбудителями являются кишечная палочка, стафилококк и другие бактерии. Но у мальчика особый случай. Палочка мутант попала в его организм через кровь. Страшные боли во время приступов, антибиотики бессильны. Чтобы облегчить участь ребенку, врачи установили ему катетеры. 17 миллионов людей ежегодно умирают в схватке с микроорганизмами. Наше тело идеальная почва для размножения микроагрессоров. А уничтожая экологию, мы создаем рай для микробов. Ганатка Синди Дежарден стала жертвой стафилококка, который проник в ее организм и стал поедать плоть. Пришлось ампутировать руки и ноги. Стафилококк давно известная бактерия. Обычно ничего страшнее ангины она не вызывает. Но попадая в кровь человека, эта бактерия мутирует в ненасытного убийцу. ежегодно до 200 канадцев становятся жертвами плотоядных бактерий, которые попадают в их организм в результате контакта с почвой. Сегодня уже можно смертельно заразиться, даже случайно упав на землю и глотнув пыли. Около 70 подобных случаев в год заканчиваются в Канаде летальным исходом. Ряд побед в микробиологии создали ложное ощущение безопасности. Но микробы приспосабливались к антибиотикам и пока из одних стран болезни изгонялись, в других они процветали. А в связи с тем, что вечная мерзлота тает и почва нагревается, микроорганизмы, находящиеся в ней, моментально активизируются. Ведь доказано, что некоторые микроорганизмы дремали в этой мерзлоте тысячи лет. Теперь они попали совсем в другую среду. Им надо перерождаться, мутировать. Во что эти чудовища превратятся, никто не знает, ни один ученый не может доказать. Вот мы когда говорим там удар метеорита или там комета зацепит. Ну, еще резервы для убийства, для уничтожения человечества здесь, рядом с нами. В этом году в США уже десятки человек умерли от лихорадки западного Нила. Сотни заболевших людей до сих пор находятся в больницах. Инфекцию распространяют комары и клещи. Специализированной вакцины пока нет. В группе повышенного риска люди старшего возраста. Все начинается как при простуде. Температура, озноб, слабость, головная боль. Африканская болезнь не обошла и Россию. Ольга обратилась в Воронежскую больницу с головной болью. А еще ее лихорадило так, что жаропонижающие лекарства не помогали. Женщина была шокирована диагнозом. Вирус западного Нила. Африканская инфекция в самом центре Черноземья. Ольга до сих пор не верит в этот диагноз. Это у меня никакой лихорадки. У меня обыкновенный меня не еб. Я надеюсь. Однако в инфекционном отделении у Ольги вскоре появились соседи с такой же болезнью. Лихорадка западного Нила охватила в нынешнем году также Ростовскую, Волгоградскую, Липецкую, Новосибирскую области. По словам врачей, смертность от этой болезни очень высока. Вирус прорывается в центральную нервную систему и поражает мозг. Впервые эту болезнь выявили в 1937 году в Уганде, в провинции Западного Нила. Отсюда и название. Но у африканцев уже давно выработался иммунитет к этому заболеванию, в отличие от европейцев и американцев. Российские медики сталкивались с этой болезнью 10 лет назад в Волгограде. Тогда переболели 400 человек. Каждый десятый случай был со смертельным исходом. Переносится это заболевание всеми кусающими членистоногами. Это клещи, причем клещи и аргасовые, и их содовые клещи, это комары, причем комары и городские комары. Так называемый комар кулекс. Но лето закончилось. Комары пропадают из поля зрения и прекращают переносить бактерии и вирусы. Однако повода для успокоения нет. Природа не дремлет. Очередная трагедия. 8 сентября 2012 года в китайской провинции Юньнань произошло землетрясение с магнитудой почти в 6 баллов. Десятки погибших, сотни тысяч человек были эвакуированы. Было нарушено транспортное сообщение и повреждены линии связи. Кстати, Китай первая из стран, которая официально обвинила США в применении климатического оружия. Руководители Китая уверены, что землетрясения и ливни, вызвавшие массовые бедствия в 2008 году, осуществлялись в рамках секретной военной программы Пентагона. Говоря о том, что Соединенные Штаты самые злодеи, да нет, наверное. Просто страна, которая не имела своего средневековья, это страна с определенной своеобразной психологией. И первое, что, как говорил один мой американский товарищ, который очень поднаторел во всевозможных военных играх, он говорил, старик, мы воюем за энергетические интересы, больше ни за что. И все поставлено под войну за энергетический интерес, за энергетическую свою безопасность, за энергетические приоритеты в своей игре. За несколько минут до сычуанского землетрясения 2008 года, которое унесло десятки тысяч жизней, в небе был зафиксирован странный светящийся эффект в виде северного сияния. Такое же световое явление наблюдалось в эту секунду над Харпом на Аляске. Северное сияние видели и жители Индонезии незадолго до самого разрушительного цунами, вызванного землетрясением в Юго-Восточной Азии в 2004 году. Многие процессы, которые вызываются нашими техническими системами, тех же самых Харп, Трамсё, что происходит в университете, как реагируют на эту природу, наверное, еще до конца не изучены. Понимаете, это как вот игра на лезвие бритвы, да, можно и упасть, можно и остаться. Впрочем, все разработки в области климатического оружия это результат того, что развитие нашей цивилизации идет по пути наращивания производства и потребления. Состояние экономики оценивается цифрами ее роста. Человечество приняло такие правила игры, которые в короткое время привели к разрушению окружающей среды. Скорость развития экологической катастрофы ощутимо нарастает. Но кто заплатит за научно-технический прогресс, пока платит природа? Мы живем благодаря ее милосердию, как бы в кредит, но похоже, что время отдавать долги уже наступило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА